Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их биографией. Марк Габриэль Шарль Глеер. Швейцарский художник с раннего возраста, проживавший во Франции. Он возглавил студию Поля Делароша в 1843 году и преподавал ряду молодых художников, которые в будущем стали знаменитыми. Родился 2 мая 1806 года в Шевиле, недалеко от Лазарной. Его родители умерли, когда ему было 8 или 9 лет, и он воспитывался дядей в Лионе, который отправил его в городскую промышленную школу. Начал свое художественное образование в Лионе в Бенефонте, прежде чем переехать в Париж, где поступил в школу изящных искусств под руководством Херсен. Посещал швейцарскую академию, изучал технику акварели в студии Ричардса Паркса Боннингтона. Затем отправился в Италию, где познакомился с Горацием Верне и Луи Робер. Именно по рекомендации Верне американский путешественник Джон Лоуэлл-младший выбрал его сопровождать путешествия по Восточному Средиземноморью, записывая сцены и этнографические сюжеты, с которыми они встречались. Посетили Грецию, Турцию и Египет. Когда Лоуэлл уехал в Индию, Глэр продолжил свое путешествие по Египту и Сирии, не возвращаясь во Францию до 1838 года. Вернулся в Лион, пошатнувшийся здоровьем, после того, как в Каире у него разразилась офтальмия или воспаление глаз, а в Ливане его сразила лихорадка. «Я пользуюсь переводной Википедией». Клэр стал влиятельным преподавателем, отгнал в студию Коля Делароша, в то время ведущего частного учебного отеля в Париже в 1843 году. Среди его учеников были Жан-Леон Жером, Жан-Луи Хамон, Агюст Тулмуш, Мане, Ренуар, Сеслей, Базиль. Он не брал со своих учеников плату, хотя ожидал, что они будут вносить свой вклад в аренду и оплату моделей. Им также было предоставлено право голоса в управлении школой. Отошел от общественной жизни, но проявлял живой интерес к политике, был ненасытным читателем политических журналов. Какое-то время при Луи Филиппе его студии было местом встреч своего рода либерального клуба. Скоропостижно скончался 5 мая 1874 года во время посещения летоспективной выставки, открытой в честь изгнанников из Эльзаса и Лотаринги. Никогда не был женат. Оставил после себя значительное количество рисунков и акварели. Ну вот так вкратце из переводной википедии о художнике Марк Габриэль Шарль Глейер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok